Сегодня много говорят о том, что Россия должна сделать рывок, двинуться вперед. Россия, мы все должны, мы все должны, что мы должны модернизироваться, инновацизироваться и так далее. Я за, потому что развитие есть просто, естественно, присущее человеку и обществу особенности. Лишенный развития деградирует человек, деградирует общество. Но что имеется в виду, когда это говорится, и кто является субъектом этой модернизации, кто является субъектом истории в нашем исполнении? Я русский, я русский до мозга костей, и я отношусь к своей стране так же, как относится человек, может быть, это мальчишество, поэтому я как мальчишка, к своей команде, своего двора. У меня нет ничего другого, я был во многих странах, я их видел. Я нигде не хочу жить, кроме России. Не то, чтобы мне было комфортно, да, есть страны, где комфортнее жить, чем в России. Таких стран немало, кстати. На востоке, на западе, на юге, на севере от нас. Но только в России у меня есть ощущение своего. Поэтому я хотел бы кратко сейчас поговорить о том, кто такие русские. И что мы должны. Потому что только русские могут быть подлинным субъектом политического движения и политической модернизации. Сейчас модно ходить на русские марши, говорить от имени русского народа. Русский народ формировался как политический, исторический субъект. Да, это обилие этносов. Славянских, угрофинских этносов. Людей, которые приезжали сюда и начинали тут жить, служить. Когда мы говорим Россия, еще недавно Советский Союз называли Россией. Приезжают куда-нибудь советские узбеки или таджики. Говорят, русская делегация приехала. Так было. И это не случайно. Дело в том, что русские очень сильно связаны с идеей государства. С идеей исторической экспансии, исторического развития. Мы русские очень воинственный народ. Мы, наверное, один из самых воинственных народов в истории человечества. Мы вели войны на протяжении 300 лет. Непрерывные войны. Да даже дольше. Я беру просто имперский период. Вот начиная, ну давайте возьмем где-то с середины, с начала 17 века, которым сейчас относится наш день народного единства. Непрерывная война. С Польшей, с Ливонией, со Швеции. Потом опять со Швеции. Потом с Пруссией. Потом с Польшей. Потом на юг, на восток пошла экспансия. Кавказ, Средняя Азия и так далее, и так далее. Наше государство не знало границ. И русские становились костяком исторического развития государства. Среди государственных деятелей русской экспансии были люди совершенно разных наций. Совершенно разных этносов. Французы, голландцы, шотландцы, грузины, татары, русские те же самые, немцы, естественно. Кто угодно. Потому что русский проект сам по себе подразумевает проект развития. Колониальный ли это проект? Нет, это не совсем колониальный проект. То есть, может быть, он даже совсем не колониальный проект. Это абсолютно имперский проект. Русские были строителями, строительным материалом, да и строителями во многом. Первой романовской военно-аристократической феодальной империи. Которая развелась так сильно, что не смогла переработать те внутренние противоречия, которые в ней были. Одним из главных вопросов, погубивших военно-аристократическую империю, было то, что смешение, плавильный котел, переработка в русских, в русский проект происходило на уровне элиты. Вот офицерство, аристократия, дворянство становились русскими, носителями русского. Бенкендорф, не знаю, фон Плева, вот такие беру имена просто, да, там, Багратион. Они все могли сказать, мы русские, какой восторг. Хотя один был грузин, другие были немцами, шотландцами, там и так далее, и так далее, и так далее. Но народ, эта переработка никак не затрагивала. Народ был просто мобилизационным ресурсом, который просто поднимали, одевали и куда-то кидали. Какая-то часть народа все равно попадала в эту систему политического проекта. Он был очень элитный, очень элитарный. И когда Российская империя, военно-аристократическая, включила в себя иноцивилизационные пространства, католическая Польша, там, не знаю, протестантская Прибалтика и Финляндия, исламская Кавказ, Средняя Азия. Она не смогла их переработать. Она их перерабатывала на уровне элиты. Какой-нибудь Ханна Хичеванский становился командующим там гвардейской конницей, например. Я прошу историков простить меня. По-моему, это было так, потому что под сражениях Пруссии 14-го года он командовал конницей. Ханна Хичеванский покрыл там себя славой. Рененкамп командовал тоже там полками, там и так далее. Но сам по себе народ это серые шинельки. Из деревень брали мужиков, 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 мужиков и кидали в эту войну. Потом они возвращались, и они не менялись. Национальные окраины, национальные эти анклавы обладали своей интеллигенцией, своим восприятием мира. В них формировались нации, собственные этнические нации, неполитические, которые вступали в конфликт с политическим проектом Большой Империи. Ираны однажды империя не выдержала. Она треснула по швам, она рухнула. Она попыталась решить эти противоречия формально. Весной 17-го года, раздавая независимости. Грузии, Украине, Финляндии, Прибалтике. Сначала все было наивно. На протяжении всего 17-го года полагали, что могут жить вместе. Очень быстро выяснилось, что вместе жить не могут. И все это развалилось. В гражданскую войну превратилось. На смену рухнувшей военно-аристократической империи пришел советский проект, тоталитарно-политический проект, взметнувший усилием воли и насилием огромной массы людей, поднявших вот эту серую массу, эти серые шинельки наверх. Сделав их строителями будущего, инженерами, философами, мыслителями, журналистами, романтиками, учителями и так далее, учеными. Огромные люди. Это была попытка перемешать всех этих людей. Мы русские. Это все называлось русской на самом деле. И когда пришел момент кризиса, война, интернациональная утопия о том, что, мол, все нации как один, все дадут отпор национальному социализму, германскому, она рухнула. Выяснилось, что только русский народ, в основном русский народ, готов класть за этот проект своей жизни. Поэтому, кстати, Сталин и поднял тост за русский народ. Он прекрасно понимал, благодаря кому была спасена война и была спасена советская власть и Советский Союз. Огромные жертвы русского народа, как носителя этого смысла, главного держателя смыслов советского проекта. Попытка решить национальный вопрос, который был точно так же вопросом кризисным, через создание такой единой политической номенклатуры, единого политического пространства, он развалился. Как только исчезла необходимость мобилизации, как только от мобилизации пришли к социализации, к обустройству жизни, то все расползлись сразу. В каждой республике образовалась своя этническая номенклатура, которая сразу заявила о создании своего этнического государства. По сути, эти государства были полиэтнические, эти были осколки Советского Союза, но они очень быстро этницизировались. То есть, азербайджанцы бежали из Армении в Азербайджан, армяне из Азербайджана в Армению, русские в ужасе бежали из Средней Азии, с Кавказа. Этот процесс был остановлен бюрократией, потому что мы перешли к третьей фазе существования исторического русского проекта, к попытке создать бюрократическую империю. Но в отличие от военно-аристократической империи, от имени которой говорят кавалергарды, век которых не долг, и которые способны выйти на Сенатскую площадь, в отличие от Советской империи, с ее комиссарами в пыльных шлемах, которые тоже имеют человеческие лица, которые совершали, может быть, страшные какие-то злодеяния, но, кстати, не более страшные, чем кавалергарды, век которых не долг, тоже. Но совершали тоже, но это тоже воины, это люди. Мы перешли к бюрократам, которые, смысл жизни которых это заняться, занять поудобнее позицию в своей жизни и контролировать потоки. Контролировать потоки разрешительные, потоки запретительные. Контролировать с помощью печати и подписи сам способ существования общества, способ существования людей. Я считаю, что бюрократическая империя – это гибель России, гибель русского проекта. Бюрократическая империя существует ровно столько, сколько и позволяют существовать внешние силы. Она находится в полной зависимости от добрых дядей из Вашингтона, от добрых дядей из Брюсселя, от добрых дядей из Тель-Авива или от добрых дядей из Пекина. Пока она выгодна и пока эти группы бюрократии имеют договоренности, как им кажется, а фактически платят взятки мировому порядку, вот этой бюрократии будет позволено жить. Как только они перестанут быть выгодными или группы этой бюрократии перебегут на сторону вероятного противника, тех, кого они сейчас называют противником. Мы это видели в 1991 году, когда советская бюрократия просто взяла и приватизировала страну, изменила всем словам, которые они говорили, из-за которых они нас гнобили и перебежали на сторону противника, побежали на поклон. Нет ничего более постыдного, чем министра иностранных дел России 1992 года в поклоне скользящего с протянутой рукой навстречу американскому послу. Такие сцены описывали свидетели этих сцен. Бюрократии нет. Она не способна на модернизацию. Она в ней не заинтересована. Кто же способен? Я утверждаю, что мы должны перейти к третьей фазе существования русского проекта и русского народа. Мы должны перейти, так как русский народ является держателем смыслов развития на этой пространстве, интеллектуальных, философских, государственных, военных, то русские должны не этницизироваться, не превращаться в этнос, который создат свое небольшое русское государство в границах московского царства, и которым будут управлять на самом деле с помощью политтехнологов, накачивающих русскую идею, разные международные финансовые спекулянты, мошенники и космополитический сброд, всевозможные, имеющие в кармане по 2-3 международных паспорта. А русским надо будет быть только русский паспорт с русской академией наук, русскими партиями. Никаких не будет тут чурок, никого не должно быть у этих русских. Эти русские станут просто марионетками в руках этого, как я уже сказал, космополитического сброда. Чтобы этого не допустить, мы, обладая всем опытом русской истории, должны создать политический проект, демократический политический проект. Мы должны вырвать из рук врагов России и врагов русского народа лозунги свободы и демократии. Они хотят нас превратить в США или в Израиль, или в Западную Германию. Я ничего не имею против США, или против Западной Германии, или против еще каких-либо стран. Я считаю, что наши принципы свободы, свобода частной собственности, свобода торговли, свобода слова и свобода религии исходят из нашего русского опыта. Мы должны взять на вооружение сами принципы демократии, принципы нашего русского либерализма, а если говорить по-русски, свобода мыслия, которые воспитаны в нас нашими предками. Теми, кто боролся за право вероисповедания, теми, кто боролся за право не зависеть от государства, теми, кто боролся за право не зависеть от бюрократии. Нашими очарованными странниками и нашими, ну, можно сказать, да, и декабристами тоже, почему нет, нашими авторами русской правды. Они писали это в начале 19 века. Мы не должны отказываться от этого опыта. Я считаю, что если мы не создадим, не сформулируем такие принципы демократии русской, под которыми готовы будут и рады будут подписаться чеченцы, грузины, башкиры, татары, буряты, патриотически настроенные евреи, которые не будут служить двум государствам или трем государствам сразу, не знаю, да всякий, и финн, и ныне дикий, тунгусы, друг степи, и кавлмык, то тогда мы сможем воплотить русские проекты в истории, сформулировать нашу русскую политическую нацию, российскую политическую нацию. Тогда Россия обретет историческую плоть, историческую кровь, исторический смысл. Без этого мы все обречены на поражение, и никакие проекты модернизации, инновации и так далее не состоятся. Они просто превратятся в господство иностранных корпораций над нашей страной и приведут к уничтожению и вырождению нашего народа, превращению его в этнические племена, ненавидящие друг друга и ненавидящие соседей. Это будет конец России и конец русской истории. У нас нет иного выбора, кроме демократии.